Амичи все активнее пробуют свои силы в выполнении норматива Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО. На сегодняшний день желающих пройти испытания набралось более 25 тысяч человек. Однако для этого необходимо выполнить ряд обязательных требований, в числе которых и получение медицинской справки. Подробно о том, как получить меддопуск для выполнения нормативов комплекса «Готов к труду и обороне» специалисты рассказали на пресс-конференции, прошедшей 7 сентября в областном доме журналиста. Допуск к выполнению испытаний ГТОФИ были получены не так сложные, поскольку у нас детское население ежегодно проходит медицинские осмотры, и взрослые населения проводят и дистанциализацию, и профилактические медицинские осмотры, и медицинские осмотры при приеме на работу, где достаточно обширный перечень обследования. Ребенок, дети, обучающиеся, то есть дети до 18 лет, они получают допуск. Если у них первая группа здоровья и основная группа для занятий физической культуры, что определяется при каждом медицинском осмотре ежегодно, они автоматически получают ГТОФИ, выполнение норматива ГТОФИ, вторая и третья группа здоровья, и обычно определяют группу здоровья, определяется и группа для занятий физической культурой. И группа для занятий физической культурой подготовительная, в этом случае требуется до обследования уже по поводу этого заболевания. Ну а если это специальное много здоровья, то такие лица не допускаются выполнению норматива ГТОФИ. Спикеры отметили, что сегодня получить справку не так-то просто. К традиционному осеннему ажиотажу в детских поликлиниках сейчас прибавился еще и тот факт, что по новому законодательству медицинский допуск требуется и для занятий в спортивных секциях. Для того, чтобы желающие могли вовремя получить нужный документ к проведению профильных осмотров, подключились и специалисты врачебно-физкультурного диспансера. В настоящее время, конечно, наплыв очень большой. То есть приняты нами меры, выделены отдельно кабинеты, отдельный врач посажен для допуска только вот этих вот ребятишек, которые начинают только заниматься спортом. То есть всех специалистов они проходят в поликлинике по месту жительства, а к нам обращаются только за допуском врача, за заключением по врачебной институтуре и спортивной медицине. Есть, конечно, случаи сложные, где в поликлинике на местах специалисты не могут по тем иным причинам однозначно сказать, может ли ребенок заниматься спортом или нет. Отправляют к нам на комиссию, то есть собирается комиссия из тех же узких специалистов и врачи по спортивной медицине, коллеги они решают. То есть можно ли заниматься ребенком именно этим видом спорта, либо речь будет идти о смене вида спорта, либо о предпоказаниях занятием спортом вообще. Также в рамках встречи заместитель министра по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области Алексей Фадин напомнил, какие преимущества дает выполнение норматива в ГТО и особый акцент сделал на пользу получения знака отличия для старшеклассников. На текущий момент у нас 1629 признаков, начиная с 1 января текущего года среди всех групп населения. А то, что касается всех благ, которые поснулся в данном комплексе, конечно же, это касается бетонентов 9-11 класса. Сейчас мы делаем акцент именно на эту категорию, начался в начале года, потому что мы столкнулись с такой практикой в 2016 году, когда будущий акцент вспоминает, что ему нужен дополнительный балл. Это основной плюс для него. От 1 до 10 каждый вуз определяет себя самостоятельно. Все вузы, которые находятся в любом субъекте рации, обязаны предоставить такое право. Для того, чтобы все успели без очередей и ажиотажа выполнить нормативы и получить свой знак отличия до момента подачи документов на поступление в ВУЗ или СУЗ, Региональное министерство спорта почти каждый месяц организовывает фестивали ГТО и Дни ГТО. И 23 сентября старшеклассников Кировского округа приглашают попробовать свои силы в прохождении испытаний в физкультурно-оздоровительном комплексе «Надианово» с 11 до 16 часов.